Если я спрошу вас, едите ли вы насекомых, скорее всего вы возразите нет. Вы уверены? По последним подсчетам, около 2 миллиардов человек уже употребляют продукты, в составе которых есть переработанные насекомые. В большинстве случаев вам не предложат мух, жуков и личинок целиком. Их предварительно перерабатывают в муку, жир и жидкость, а затем используют как ингредиенты для производства котлет, колбас, сосисок, белковых батончиков, а также хлеба, макарон, шоколада, печенье и других кондитерских изделий. Сегодня я расскажу много интересного и дам практические советы, поэтому досмотрите это видео до конца. Ожидается, что к 2032 году мировой рынок съедобных насекомых составит более 15 миллиардов долларов США. Например, только в Канаде 2 года назад открыли крупнейшую в мире ферму по выращиванию насекомых. Каждый год там производят 13 миллионов килограммов белковой массы и сверчков. Только вдумайтесь в эти цифры. Если вы думаете, что в вашей стране нет такого, могу вас огорчить. Погуглите, и вы найдете указы, классификаторы и описания насекомых, которые выращиваются у вас или импортируются. Это происходит глобально и планомерно, независимо от того, нравится нам это или нет. Кстати, это открыто звучит на мировых площадках ВОЗ, ООН и ВЭФ. Так называемые элиты собираются перевести население Земли на насекомоядную диету, лишая людей таким образом привычных источников белка из мяса, рыбы и других традиционных продуктов. Итак, какие насекомые и черви разрешены и используются в продуктах питания? Секреция лаковых червецов или добавка Е904 «Шеллак». Ее добавляют в состав глазури кондитерского изделия, конфет и других подобных продуктов. Самки-кошанили или добавка 120 «Кармин». Ее вы встретите в йогуртах с клубникой и красными фруктами, в большинстве колбас, во всех видах сладостей и красных конфет, таких как ментос, в красных напитках, в клубничных или малиновых джемах и в сладких сиропах. Далее, домашние сверчки, буйволовые черви, перелетная саранча, желтые мучные черви, домовая стрекоза, мучной жук, личинки мучного жука, личинки тараканов, мука из мухи черная львинка, жиры личинки черная львинка, яйца мухи черная львинка, личинки мухи черная львинка, тараканье молоко. Кстати, о тараканье молоке. На самом деле, общеизвестно, что доить тараканов невозможно. Тела тараканов просто раздавливают прессом, пока не выйдет похожая на молоко слизь. Но назвали эту слизь красиво молоко. Та же история с заменителем сливочного масла, которое используется в разной выпечке, печенье и пирожных. Жир из мухи черная львинка получают путем отжима и экстракции из биомассы личинок. А если простым языком, личинки мух давят прессом и затем из полученной жижи собирают верхний слой жира. Как бы нам ни говорили о климатических проблемах, настоящая причина тренда на насекомых – бизнес. Чтобы произвести 1 кг такого продукта, требуется в среднем в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма и в 10 раз меньше земельных площадей, чем при выработке 1 кг белка из говядины. Вот и причина, почему производитель колбас скорее закупит жир из личинок мух, нежели дорогое сливочное масло. И никто из покупателей об этом не узнает. Ничего личного, просто бизнес. Вот почему в последнее время многократно возрос интерес к личинке южноамериканской мухи черная львинка, которая при культивировании на органическом субстрате наращивает массу за неделю в 500 раз. О пользе и вреде такой пищи споры идут до сих пор. Но кому какое дело до пользы, если тут можно отлично заработать. В рамках проекта WEF в Нидерландах 100 школ уже включили в свое меню насекомых и мучных червей. В Австралии школьников более чем тысячи школ уже кормят жуками и учат считать это новой нормой. СМИ уверяют, что дети потребляют чипсы и снеки нового поколения с добавлением экологически чистого белка насекомых. Аналогичные эксперименты проводят в начальных школах по всему миру. При этом большинство людей считают для себя унизительным есть продукцию из мух и червей. Поскольку отсутствуют данные о безопасности такой пищи, правительство фактически ставит над здоровьем населения безответственный эксперимент. Несколько последних лет идет обширная кампания по продвижению искусственного мяса, а также пищи с добавлением насекомых. Думаю, вы встречали заголовки типа «Миф о вреде хитина», «Белок насекомых самый экологичный» и тому подобное. В связи с этим возникает логичный вопрос. А может быть насекомые черви безопасны и мы зря переживаем? Судите сами. Вот доказанная и общепринятая информация. Человеческий организм не приспособлен для переработки хитина насекомых. Отсюда и вредные последствия его употребления в пищу. Хитин является полимером, накопление которого в организме неизбежно. При активном потреблении насекомых хитин скапливается в легких или кишечнике, активирует иммунные клетки. В конечном счете может привести к воспалительным заболеваниям и вызвать рак. Употребление насекомых опасно еще и потому, что может привести к распространению паразитов. Ведь насекомые их естественные переносчики. А вот какое откровенное предупреждение я нашел на сайте производителей насекомых. Аллергенный потенциал. У некоторых людей может быть аллергия на определенные белки насекомых, что представляет собой риск, который необходимо тщательно учитывать при разработке продукта. Ну вот, прямо и честно указали о возможном вреде. Вот только остается открытым вопрос, почему об этом не пишут на этикетках продуктов, в составе которых переработанные насекомые. Почему они скрывают это, если сам поставщик указал на аллергенный потенциал? Я отвечу, почему. Люди перестанут покупать такую продукцию. А теперь хочу процитировать выводы известного доктора медицинских наук Шона Бейкера, который тщательно разобрался в этом вопросе. Давайте послушаем его. Исследования показали, что выращиваемые насекомые могут нести очень большую нагрузку в виде патогенов и паразитов. Одно из исследований показало, что 80% отобранных насекомых содержало патогены, 30% из которых были специфичные для человека, такие как вибрион, псевдомонады, стрептокок. Также было показано, что в некоторых случаях насекомые содержат высокие уровни тяжелых металлов. Один из них – кадмий, который может вызвать заболевания почек, хрупкость костей и даже рак. Другой – мышьяк, который может вызвать диабет, рак кожи и проблемы когнитивного развития у детей. Ртуть может привести к анемии, слабости почек, повреждению головного мозга и поражению печени. Насекомых также обнаружен гидроцианин. Он может вызывать неврологические проблемы, сердечно-сосудистые проблемы, проблемы с щитовидной железой. Некоторые насекомые содержат высокий уровень оксалатов, что может привести к таким нехорошим вещам, как камни в почках. И это еще не все. Реакция на белки насекомых иногда приводит к опасным для жизни анафилактическим реакциям. Также встречаются насекомые с высокой концентрацией пестицидов и включают такие вредные вещи, как хлорорганические фосфаты. Эта химия попадает в насекомых из кормов, которыми их кормят. Следовательно, заявление об экологичности и безопасности продуктов из насекомых – это маркетинговый трюк. Кстати, а-ля исследования на безопасность, на которые ссылаются защитники поедания насекомых, датируются 2000-ми годами, а их заказчиками являются сами производители. То есть это ни о чем. При этом самые новые, независимые исследования говорят противоположные. Например, хитин провоцирует врожденный иммунитет человека на выработку потока провоспалительных цитокинов, которые разрушают внутренние органы, провоцируют возникновение таких болезней, как астма, атипический дерматит, системная волчанка, а в хронических случаях приводит к раку и смерти. При этом аллергия на белок насекомых может иметь перекрестный характер. Метатоксины, обнаруженные у насекомых, могут производить плесень и афлатоксины, которые способствуют образованию рака, печени и легких. И, наконец, биодоступность питательных веществ и срок годности насекомых может стать настоящей проблемой, ведь производитель указывает на упаковке не срок годности сырья, а срок годности конечного продукта. Это известная лазейка, чтобы использовать просроченное сырье. Вопрос, а проверял ли кто-то, как насекомые черви влияют на плод и потомство? На сегодняшний день есть мало каких-либо исследований на долгосрочную перспективу. Мы понятия не имеем, к чему это приведет в будущем. Может быть, кто-то в Азии и употребляет насекомых в качестве закуски. Но вопрос, как часто и в каком количестве? А нам сейчас навязывают насекомых, как замену мяса, сливочного масла и молока на постоянной основе. Но это не естественная пища для генома европейского человека. Возможно, в будущем у людей или их потомства начнут расти ворсинки на телах или шипы, и затем все начнут задавать вопросы, а откуда все это взялось? В общем, вывод из всего сказанного следующий. Все больше и больше в продукты, которые раньше считались безопасными, производители добавляют муку, жиры, секрецию, гранулы, взятые из насекомых. На одних упаковках указывают, что в составе есть насекомые, на других нет. А чаще всего пишут что-то размытое и неопределенное. Что делать? Во-первых, врага нужно знать в лицо. Сейчас на экране основные компании, производящие насекомых. Разумеется, в каждой стране свои дилеры и выпускают продукцию под своей маркой. Следовательно, необходимо вычислить, кто из местных производителей добавляет продукцию переработанных насекомых. То есть, не ленитесь читать этикетки и проверяйте сомнительные коды и надписи, используя интернет. Также, если вы держите в руках продукты, где не указаны ингредиенты, просите продавцов показать состав ингредиентов, который может быть нанесен на больших упаковках. Или спрашивайте сертификаты качества, они обязаны показать их по требованию. Во-вторых, частично ли полностью откажитесь от переработанных продуктов и переходите на цельные продукты. Например, вместо сосисок купите мясо, вместо фабричного йогурта делайте домашний, вместо мюсли в пачках купите овсяные хлопья и сами добавьте орешки, семена и сушеные ягоды. И так в отношении всех продуктов. То есть, чем меньше продукт переработан и чем меньше в составе разных ингредиентов, тем меньше в нем вредных или сомнительных добавок. Несомненно, переход на цельные продукты – непростое дело и потребует больше времени на приготовление пищи. Но придется выбирать, что для вас важнее. В-третьих, будьте предельно осторожны с продукцией от транснациональных корпораций, список которых сейчас на экране. Эти компании давно испортили свою репутацию, потому что используют в своих продуктах вредные или сомнительные добавки. Речь идет о продуктах генной инженерии и добавлении в продукты каких-то генов с якобы благородной целью в кавычках. А что вы думаете по теме насекомых в пище? Не стесняйтесь оставить комментарий. Если видео было полезным, спасибо за лайк. Будьте здоровы, не болейте, живите долго.